и снова здравствуйте всем привет цели этого ролика рассмотреть как можно понизить вот эту вот сетку именно не прибегая к ручной ретопологии что может дать нам за ремеш также децемешен мастер дайна мэш погнали рассматривать насколько можно ниже опустить чтобы персонаж не развалился хлам погнали так первый способ рассмотрим сделаем дубликат вот этой модели и сделаем вот вверх верхнему саптуру первый это децемешен мастер так ставим где-то поменьше на давайте пятерочку про процесс и погнали посмотрим что получится нажимаем за плагины и жмем децемешен применяем вот это все что прогон прошел так этот отключим вы видите что в принципе 90 тысяч вот с миллиона он опустился до 90 тысяч децемешен мастер сейчас мы вернусь назад на лям 344 так смотрим теперь фрейм и попробуем сделать теперь почему здесь вот вы видите разные поле группы нужно все это дело срастить в один мэш и посмотрим потом децемешен как пройдет так дайна мэш делаем смотрим резолюцию насколько можно меньше и ставим ну пусть 128 будет делаем дайна мэш ctrl z слишком слишком и попробуем где-то вот тут и поставить опять же дайна мэш зависит от размера модели насколько если модель у вас большая он будет делать мало убирать полигонов если допустим модель маленькая он будет больше полигонов убирать ну где-то так так вот это вот тоже уменьшить и вот так вот еще прибавить ну и опять же снимаем control так это назад опять вернемся вот таким образом делаем дайна мэш посмотрим теперь размер именно модели ну модель не так уж и большая такая она маленькая и поэтому давайте немножко прибавим в размере этому и вот так все это дело прибавляем немножко садим на низу так попробуем теперь делать дайна мэш прибавляем чуть сюда и делаем дайна мэш надо чтобы именно меньше он опустился хотя бы до 200 тысяч полигонов и полигруппа стала одна вот 66 тысяч если делать дайна мэш он может опуститься до 66 тысяч и давайте посмотрим именно на лицо вы видите что никаких деталей нет ну вот очки более-менее сохранились да там где-то срослись слились но это не суть вопроса это не мелочи так ну внешний вид давайте посмотрим вот 66 тысяч полигонов и попробуем все это делая применить так что тут то как давайте сделаем теперь дайна мэш вот этому персонажу сделаем сейчас дубликат делаем теперь на верхней сапту нижний можно отключить делаем геометрии делаем дайна мэш и посмотрим чтобы пониже насколько можно опуститься сколько он даст возможности именно чтоб персонаж не развалился так это слишком много так вот 107000 смотрим как выглядит персонаж ну персонаж в принципе нормальная адекватно выглядит красиво так вот это все дело проецируем делаем project all смотрим какой у него внешний вид ну внешний вид нормальный так теперь что делаем всему вот этому делаем decimation мастер уменьшаем на 6 и смотрим что получится так прогон закончился делаем теперь применение децимей с курант 7000 так вот так это все дело выглядит сейчас мы опять project all нанесем отключим нижнюю модель в принципе ничего так для облегчения еще адекватно нормально все это дело выглядит вот такая сетка у него получилось вот теперь давайте посмотрим примет ли эту сетку именно кости в блендер вот так вот облегчем до 7000 можно и до 4 конечно облегчить но там уже по моему будет не так все интересно все вот более квадратно где-то ломка но это ерунда давайте экспортируем назовем как-нибудь перс 1 enter это вот первый вариант вот так все это с децимейшн мастер выглядит если на децимейшн сейчас мастер допустим применить ctrl d добавить дивайды получается 43000 ну вот моделька более-менее уже чуть-чуть глаже стала ну и давайте попробуем применить к этой модели именно так так за рэмэш за рэмэш ставим адаптив тут можно халф ваше низкий полигон идет ну давайте на адаптиве пока прогоним посмотрим что получится ну вот минус в чем что очков очков уже нету вот видите что очки просто пропали и тут вопрос или очки импортировать отдельно уже к модели делать сначала модель а потом уже добавлять очки ну вот как я делал кунг-фу панда и очки уже при креплять именно бон костью ну вот где то такой у меня пока вариант ну и давайте рассмотрим полностью модель уже от зеримешим ее без децимейшн мастера так смотрим что тут да как возвращаемся назад вот такая исходная модель так смотрим что тут сеткой с полигруппами разные полигруппы опять же делаем дайна мэш но нужно добиться уже побольше чтобы было полигонов так делаем дайна мэш резолюцию чуть-чуть приподнимаем и делаем дайна мэш ну вот очки более менее адекватно уже выглядят 126 тысяч вес давайте применим теперь projectile применим цвет и посмотрим как он будет выглядеть именно с projectile там уже глаза появятся нет так отключаем ну вот в принципе для анимации 126 тысяч что-то выскочила вот такая сетка у нее ну и давайте опять попробуем делать ZRMS это уже второй кстати способ напоминаю так делаем ZRMS и сетку давайте поставим adaptive ну давайте half проверим что получится насколько она понизится как будут выглядеть опять же очки ну вот уже стало мягче ну 72 тысячи полигонов сетка вот такая очки вроде на месте где-то потоньше стали ну сейчас посмотрим projectile как это все дело исправит нарастит или нет цвет применим ну вот 72 тысячи полигонов сетка вот такая это если понижать вот еще ZRMS вот повторюсь если не очки бы то можно понизить и до 20 тысяч и будет нормально даже 10 тысяч более менее нормальный будет персонаж и будет выглядеть вот сдалека прямо ничего так ну давайте попробуем так вот это все тоже сохраним экспорт это будет перс 2 и посмотрим как теперь можно именно так вот дай нам с где-то тут был 126 да и давайте попробуем еще какой вариант так вот этого персонажа просто сделаем так дай нам с через project и побольше так вот побольше теперь дай нам с чтобы все срослось и потом сделаем ZRMS и закинем в программу скульптрис в скульптрисе уменьшим именно полигоны закинем опять сюда и наложим на него текстуру посмотрим как будет выглядеть вот получается 132 тысячи прямо нормально выглядит и теперь попробуем сделать именно SEM adaptive SEM именно ZRMS так попробуем вот эти вот чуть-чуть понизим вот так и сделаем ZRMS и так вот модель получилась 139 тысяч полигонов нужно теперь ее забросить именно в скульптис альфа шестую давайте экспортируем ее напишем перс 3 и открываем скульптис альфа шестую и посмотрим как и тут можно сетку поменять жмем импорт и находим перс 3 файл вот этот new scene смотрим чтобы он ее принял чтобы сетка подошла и так вот такой вот персонаж подгрузился и давайте попробуем здесь понизить его именно полигонаж жмем Warframe и вот здесь вот есть Redux Selected ok Convert и будем вот так вот нажимать и посмотрим насколько он позволит себя понизить чтобы более-менее был нормальный опять же как сейчас в так и в вот жмем так в так вот ну вот конец наступил тут 24 тысячи триангуляции давайте сохраним его общ как-нибудь назовем это сохранить и закинем сейчас в blend for blender of the brush так смотрим так импорт жмем так где он тут находится вот этот от кей 12 тысяч полигонов вот он сейчас весит так теперь нажимаем на него и жмем project а у да смотрим что тут да как вот такая сетка получилась у него и давайте попробуем его теперь экспортируем вот такой внешний вид у него получился вот так он выглядит сейчас я поставлю глину вот таким вот образом мы посмотрим давайте как кости к ним применятся к этим моделям вот 12000 самый предел но это уже опять же тоже не очень хороший вид так это значит да мы погнали в блендер 281 и давайте закинем сюда именно вот этот персонаж сначала 1 закинь перс 1 вот этот импорт единица на нам паде уменьшаем с английское уменьшаем колесико приближаем alt смотрим shift колесико зажатая единица на нам паде еще можно с его немножко и мол он чуть-чуть отрегулировать так ну что теперь косточки покинем он и поднимаем косточку вот сюда где-нибудь вот так и развернем чисто интересно ноги будут двигаться кости применятся или нет так заходим теперь в эдит мод вот тройка на нам паде жмем g до колена еди и до пятки ну и посмотрим что тут единица на нам паде g немножко подкорректируем ну в принципе для эксперимента хватит обжиг мод жмем на персонажа жмем на косточке ctrl и вы это автоматик виджет нажимаем теперь посмотрим так сначала обжиг но снимаем выделение косточки нажимаем пас мод и вот вы видите что первый персонаж g после децимент мастер вот это он принялся я не знаю как он примет после развертку если наложить на вот этого персонажа весит он 42 мегабайта пам кости 12 и посмотрим сколько у него все так 14000 грани 14 треугольников вершин вот у него получается 7000 где-то 7000 по моему был ну вот увидите что r ctrl z g вносится посмотрим нога работает классно адекватно прикольно легко все так вот эту теперь так крутится так первый персонаж децимент мастер теперь обжиг мод единица на нам паде удаляем персонажа и теперь файл подключаем импорт так обшиг второго персонажа этот персонаж у нас вершин 72 тысячи весит это после за ремешера ну давайте после за ремеш применим к нему тоже вот эти косточки нажимаем на него нажимаем на кости ctrl p lift automatic widget и вот тоже все принялось заходим в пост мод вы видите тоже нога нормально работает и опять же я не знаю как она будет себя вести после развертки пока проверяем именно вот внешний вид и именно модель вот такой у нее внешний вид а теперь object mode delete и проверяем теперь так единица проверяем теперь эти персонаж так импорт так персонаж 3 импорт g подгоняем и пробуем опять же все это дело связать вот этот персонаж через shift кости ctrl p which automatic widget весит он что так 139 это тоже по моему а то дай на мэш это за ремеш будет за ремеш тоже должен приняться это вот много уже двести семьдесят восемь треугольников так смотрим заходим по смотрим опять же все работает все нормально принимается вот такая штука ну и опять же заходим object mode нажимаем на модель дэвид и попробуем подгрузить скульптурис альфа шестой так пробуем соединить вот эту вот эту кость ctrl p with automatic widget ну все опять соединилась опять проверяем зацепила ту ногу но это не проблема кости установится будет все нормально так это вот у нас уже получается сто пятьдесят восемь так мегабайт вот этот вот эта модель и и уже так сколько она будет сто пятьдесят восемь мегабайт уже без окружения на картинке которую я сейчас вам показываю вот эта картинка полностью окружение едва вот этих персонажа дерутся 200 мегабайт всего вот эта вся анимация и вот эта вся обстановка словом подходят все вот эти вот модели единственное что если вот эту вот сделать на эту модель с этой сеткой вот такая сетка вы видите что треугольник после скульптуриса если на нее сделать здесь уже потом развертку или забравши или тут уже ее делать то получится ну что кости и он смогут не принять вот эту вот модель просто не соединиться с ней короче вот такой эксперимент подходят для анимации все сетки ну единственное внешний вид тут у них вы видите что гадкий ну и ручную ретопологию никто не отменял в принципе вот так вот можно облегчить экспериментируйте смотрите сетки подходят все вот кости их принимают и децимейшн и от скульптурис альфа 6 уменьшенной переработанной и заремешевскую принимают и динамешевскую принимают сетку но все заключается в количестве вот этих вот полигонов и в качестве вот этого вот меша все всем пока